Остатки конструкции обрушившегося торгового центра Максима в Риге снесут, но произойдет это только после того, как из-под завалов извлекут тела погибших. Всех их может быть еще порядка 16. По заявлению мэра города, Нила Ушакова на месте трагедии строить ничего не будут. Напомню, в результате ЧП погибли 52 человека, 40 пострадали. Водоканал сегодня всех успокоил, водопроводная вода в норме. Выброс фенола в Неву, о котором писали СМИ, обнаружен в реке, и это никак не отражается на питьевой воде. По чьей вине произошло загрязнение, пока непонятно. На всех станциях выставлены угольные фильтры. До тех пор, пока не выяснится обстоятельства, очищающие установки убирать не будут. Десять многодетных семей Петроградского района сегодня получили ордера на жилье. Совсем скоро они будут праздновать новоселье в трехкомнатных квартирах. Многие стояли на очереди несколько десятков лев, правда, из центра Петербурга. Теперь придется переехать в Красносельский район. Ну а Александр Сокуров, Данила Козловский, Илья Стогов. Вкрасили стены и расписывали стулья. Помогали ремонтировать помещение будущего центра для взрослых аутистов. Уже в декабре на Троицкой площади откроются сразу семь мастерских для взрослых с нарушением в развитии. Благотворительный фонд «Выход в Петербурге» арендует здесь помещение. Ноль год ему не предоставлено. В эти минуты в одном из петербургских клубов продолжается фестиваль японского искусства связывания. Шибари. Около сотни раскрепощенных участников сегодня решили показать свое увлечение всем желающим. Эта техника в Японии оттачивалась столетиями и сравнительно недавно стала популярна в России. Задача мастера связать тело человека красиво и, что особенно важно, безопасно. А модели надо дать почувствовать себя обездвиженной.